Доброе утро! Первое мая, праздник праздников. День весны и труда... Где ты видел весну? Я говорю день. А, день. Только один? Понятно все. Извините, праздник не получился. Я пытался искать весну, не нашел. Вообще, на самом деле, 1 мая, для кого-то 1 мая, для кого-то воскресенье, для кого-то 1 мая, я не знаю. Совпало, а для кого-то второе. Да, не знаю, я не пифагор, я в чистых не разбираюсь. Поэтому, соответственно, 1 мая, воскресенье, чай. Чай, старый арбат. На самом деле, тема чуть-чуть, может быть, опережает события, потому что мы зачем-то сегодня решили поговорить о парадах. Потому что нам не дадут поговорить о них в тот день, когда надо о них говорить. Думаешь? Абсолютно не дадут. Кстати, да. Чтобы ты знал... Может быть. И вообще, вот, мы сегодня поговорим о парадах, и это очень может оказаться последним таким эфиром. Я тебя уверяю. Тебя арестуют? Крайним. Да нет, даже и арестовывать не будут. Я сегодня... Не исключено. Ай, Господи, кому-то нужно. Найдутся, как говорил мой папа, на всякие товары свой покупатель. Ну, на самом-то деле... Итак, что ты хотела о парадах? Я вообще не сказал, в чем случайно. Да, он просто зашел чай попить, а его просто арестовали. Мы, кстати, о каких парадах? Обо всех вообще? Или о военном? Ну, я, собственно говоря, то, о чем я написал в Фейсбуке, вот, и, собственно говоря, с чего началась вот эта идея записать вот этот бред, это то, что, я забыл, ты же сказал, по-моему, один из правозащитников, честно говоря, сейчас у меня вылетело из головы, вот, он просто сказал, что, нафига, это все парады нужны, только сплошной перевод денег. Пономарию? Пономарию? Да, 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 да. Вот, что лучше бы отдали все эти деньги тем оставшимся еще пока немногим ветеранам, да, которые еще, на самом деле, еле ест лодкин с концерта. Вот у меня к этому, на самом деле, двоякое отношение, честно скажу. С одной стороны, лично мне парады не нужны, вот, я никогда, вот, еще с детских советских времен на ними никогда не был. Ты и в детстве гордости не испытывал? Нет, ни на парадах, ни на первомайских всех остальных шастиях, куда периодически загоняли на самом деле, и как-то вот не всегда это было скучно, мне, честно говоря, это просто неинтересно, мне как раз они дико мешают, сейчас все к тому же, к этим всеми подготовками к военному параду перекрывают Москву. Да, да, да. Вот, причем, неважно, пешеход ты или машиноход, это не имеет значения, вот, поэтому лично мне, лично мне они не нужны, лично мне они неинтересны, лично меня они не возбуждают, ни как женщина, ни как машина, ни как что остальное, эти парады меня не возбуждают. Достойная позиция. Да, вот, ну, это одна сторона медали, да. А другая? Другая, вот, я хорошо помню, по крайней мере, предыдущие прошлогодние, позапрошлогодние парады, вот, и я видел массу людей на улицах, которые, знаешь, никем не были согнаны, вот. Вот, они пришли туда добровольно, они пришли туда очень сильно заранее, они хотели увидеть, они хотели участвовать, они надели какие-то значки, кто-то георгиевские ленточки, против которых я много раз рассказывал, чтобы объяснял почему. Это однозначно. Вот, да, кто-то какие-то значки я делал, кто-то просто был радостный, скажем так, да, пришли молодые довольно-таки, вот, не отягощенные бредом советского прошлого, вот, и какими-то стереотипами, они пришли, им было это интересно. Они пришли посмотреть, они кричали, ура, когда проезжали машины, вот, они, вот, молодые девчонки, там, высоко подправивали от счастья, ну, то есть, им эти парады нужны. Понимаешь, в чем дело? Это вопрос. Нет, это не вопрос, потому что им нужно это видно. Сколько они им осознанно нужны, а не как времяпрепровождение, как время тусовки. А какая разница, карнавал, это тоже времяпрепровождение в Венеции, там, или на Тенерифе, или еще где-то, какая черта разница, и улицы гадят точно так же, и так далее. Андрюша, но люди же радостно сбегались и на гладиаторские бои. Знаешь, что могло быть критерием, вот, если бы их не было, вот эти самые молодежь, радовало бы, чтобы они были, или просто жило бы без них спокойно дальше? Думаю, жило бы без них дальше, думаю, что в другом. Вот это ответ. Я могу сказать так, потому что здесь вот на Арбате мы часто пьем чай, так сказать, да? Вот, я периодически вижу здесь, что вот этот, пару или трое недель назад был какой-то, я забыл, как этот акт называется «Всероссийская», когда ходили, все друг другом обнимались. Вот. Какие-то сердца, по-моему. Я не помню. Да, да. Вы-то отсюда не помнили. Сначала был День Святого Патрика, а потом... А это был День Святого Патрика. А это был День Святого Патрика. Да. Ну, оно шло в 20 городах по всему миру. Ну, хорошо. День верных сердец. Да. Они ходили там, здесь вот, я фотографировал, как это делал. День Бучик Святого Патрика. Вот. И было очень тяжело. Это, на самом деле, то же самое. Вот. И периодически какие-то проходят. Да. Я думаю, что если бы прошел гей-парад, которого порно запрещают в Москве... Порно запрещают. Да. Кстати, я как раз стараюсь на то, что его как раз не надо, он здесь не на месте в Москве, да и холодно. Ну, это отдельно. Да. Для России это отдельно. Да. На самом деле это очень красиво, но просто в России это просто не прям. Но не суть. Вот. Мы подпрыгали, наверное, точно так же. Важно само действие как таковое. Вот. Кому-то, возможно, интересны именно парады чисто как технические именно факторы, там, демонстрации техники. Есть люди, которые любят технику. Да. Им нравится это посмотреть. Да. Люди есть, которые ездят принципиально, тратят деньги, время, ездят на... Господи... Подмосковье. Салоны. Да, авиасалон в Москве. В Зуковском, да. Вот. То есть, соответственно, они ездят, фотографируют, снимают, там, торчат там с круглыми сутками. То есть, у каждого свое удовольствие. У них такое удовольствие, да? Тут разговор о ничкому-то другом, что разговор о том, что опять угробят улицы, туда-сюда. Это одна история. Вторая история, что надо раздать деньги ветеранам. Я, кстати, не понимаю, почему одно должно деляться от другого. Почему, предположим, проведение парада должно обязательно сказать, что все мы деньги потратили, ветеранам нифига не дадим. Вот. Почему нужно обязательно говорить, что, чтобы дать деньги ветеранам, нужно обязательно именить парад? Почему нельзя одно с другим совместить? Вот. Это разные вещи. Что, деньги кончились? Это разные вещи. Их и не было? Нет, их не было, если их не было изначально. То есть, как бы, если никто и не планировал. Денег-то не было никогда. Когда? У нас полно денег, Юра. В этом вся беда. У вас? У страны и у государства стоят. Я думал, у вас. Я думал, господи. И у нас нормально с деньгами все. Вообще все хорошо. Разговоры, что нет денег, это все вот уже. Нет. Насчет разговора, это, блин, как долгая тема. Потому что мне, честно говоря, то, что... Хорошо. Андрюш, я могу сказать вот что. Прости, что я тебя перебиваю. Да перебиваю. Ты же все это сказал? Ну, он обозначил тезисы. Ты сказал, что парады тебе не нужны, но ты понимаешь тех, кому они нужны. Андрей сформулировал тезисы и попутно высказал некоторое свое отношение к теме. Значит, я могу сказать следующее. Что парады, как массовое явление, да, это вот это вот брецание оружием, демонстрация силы, демонстрация того, сего, пятого, десятого в глазах собственного населения и перед глазами всего мира. Это мне глубоко антипатично. Мягко говоря. Очень мягко говоря. Почему собственно? Ну, потому что демонстрация силы мне в принципе антипатично. Что в советские годы? Что сейчас? Сейчас она еще более бессмысленна. Если тогда еще можно было условно, да, что-то такое иметь в виду вот это наше средство защиты, если что, то сейчас это просто смешно. Мы стоим за делом мира, мы готовимся к войне. За дело, за дело. Значит, в чьих глазах, для кого мы все это делаем? Для населения, для мира это все смешно. Да, мы демонстрируем старинную технику, это музейные экспонаты, это все смешно. Знаешь, кстати, что МИГ провалился? Да, я знаю. Сильно провалился. Значит, для чего сейчас проводятся эти парады? Чтобы показать собственному населению и его части. Броня крепка. Что броня крепка. Это единственная причина. Попутно. Масса издержек. Ну, вот мне кажется, второе важнее. Значит, да. Значит, мы гробим улицы нашего города. Причем, обратите внимание, было заявлено, что парад, властям было заявлено, действительно, прохождение техники, корежек, мостовые. Но уже выделено 200 миллионов рублей, чтобы потом их ремонтировать. То есть происходит какой-то бред, ребята, потому что вы серьезно больны? Почему больны? Они зарабатывают деньги. Что вы делаете? Вы хоть молчали тогда об этом? Здрасте. Ну, Саша. Нет, они не молчат. Им и для парада для этого не нужно. Они нормально, совершенно обходятся. Взять, пожалуйста, Ленинградку мою любимую. Они ее уже четыре раза починили, еще не успев закончить. То есть нужен ли для этого парад, чтобы чинить одну и ту же дорогу? Не нужно. Я тоже думаю, что это не только. Все равно будут чинить. Конечно, будут чинить. И все равно выделят. Значит, еще один аспект. Вместо технической стороны парада, я бы понял, если бы вышли ветераны, для которых это очень важная дата. Если бы вышли люди более молодые и посмотрели на ветеранов и поговорили с ними. То есть, чтобы парад принял человеческую какую-то сторону, да? Сторону общения, сторону выслушивания. Чтобы эти люди еще раз могли что-то вспомнить, сказать. Чтобы другие люди, которые их слушают, внимали им. Я боюсь, парада бы уже не получилось. Ну, не парада. Ну, не парада. В общем-то, выходить не могут быть зрителями. Скорее только. На каких-то, не знаю, может быть, гвардейцев, на какие-то, может быть, там, ну, симпатичные там у нас тоже есть. Как в Лондоне. Да, да, да. Ну, почему мне помаршировать красиво? Такое гимнастическое, может быть, шоу. Да. Как в Лондоне или как в Нью-Йорке. Где угодно, где угодно. Да, вот это вот. Девушки с барабанами. Девушки с барабанами хорошо, да. Очень красиво, да. Красиво, да. Ну, может быть, да. Но это не наша традиция. Девушки с барабанами. Ой. Это не наша традиция. Не наша. А у нас есть традиции? Ну, поскольку у нас… Как же? У тебя их нету, у нас есть. Поскольку традиционно, что жизнь в этой стране издревле еще не стоила ничего, ноль, то, соответственно, мы не умеем уважать людей, которые спасли эту страну в свое время, да, от того, от чего они спасли. Фашизм и так далее. Тем более, что попробовали бы они ее не спасти. Так или иначе. Там стояли такие заградотряды. Это правда. Попробовали бы они не спасти. Ну, это правда. Как мне рассказывал папа. Это правда. Но, с другой стороны, наверняка не могло не быть актов человеческого подвига, подвижничества и прочее. Ну, Юра, так не бывает однозначно. Тяжелая тема. Тяжелая тема. Тяжелая. А почему бы она в этой же теме находится? Нет, не в этой. Не надо. Да. Мы сегодня говорим о парате, как об акте государственного лицемерия. Как в половом акте. Это не имеет никакого отношения к деятельности тех, кто погибал на поле битвы. Однозначно. Однозначно. Это было и до того, скажем так. Это, боюсь, будет... Я хочу сказать, что вы оба очень добрые. Да? Ты злой? Я не злой, но я в отличие от вас... А может, я и злой. Короче, я в отличие от вас не готов входить ни в чье положение вообще-то. Как бы, ты говоришь, что парады мне не нужны, но как бы я понимаю тех людей, которым они нужны. Ты говоришь, правильно? Да? Ты тоже как-то, Саша Гуманин, ты говоришь, что если бы, ты говоришь, вот такой парад, если бы он был встречей ветеранов с молодежью, да? То есть, рассматривая какую-то страну, которой нет. То есть, вышли бы люди, которые участвовали в том, чему это посвящено лично. Это же большая сослагательность. Ты же понимаешь, что этого не будет здесь сейчас, потому что ушел воздух, которым дышат такие искренние вещи. Значит? Значит, его нет. Значит, все. Я считаю, что парады, во-первых, отвратительны. Причем отвратительны трижды. Во-первых, они отвратительны, я имею в виду военные парады. Они отвратительны, как демонстрация силы. Я согласен с Сашей. Демонстрация силы отвратительна всегда, когда она не вызвана жесткой необходимостью, которая представляет собой нападение врага на страну. Или угроза явная такого нападения. Во всех других случаях военный парад отвратительная демонстрация первобытной, грубой, тупой, бессмысленной силы подавления. Татаристической такой. Совершенно. Это просто пещерный век какой-то. Средневековье. Во-вторых, парады, военные парады, посвященные Дню Победы в России нынешней, отвратительны, потому что они акт государственного подлого лицемерия, наглого до беспредельности. Потому что государство, наплевав на живых людей, которые когда-то воевали, не давая им ни квартир, ни достоинных пенсий. До сих пор. И оно и не даст. Каждый год говорят. Каждый год говорят. И врут. И не даст никогда. Потому что мы знаем, кто управляет. Хотя осталось уже так мало. Совершенно верно. Значит, вместо этого им предлагают погордиться танком Т-56, который нахрен им, прости, никому не нужен. Потому что ветеран в нем жить не будет. И лечиться им не будет. И жизнь свою не спасет. И вообще ничего. И, наконец, этот парад совершенно отвратителен, потому что он является актом, я скажу так, грубой внутренней пропагандой. Вот Саша это подчеркнул. Никаким угрозам извне Россия не подвергается. И я хочу сказать, что не подвергнется никогда. По одной простой причине. Никому не нужна она абсолютно. Россия нужна миру, как сырьевой придаток. Никому не надо с ней воевать. Она сама все отдаст. Без всякой войны. Причем за достаточно, так сказать, схожую цену. Значит, на кого рассчитан этот парад? Этот парад рассчитан на то, чтобы гордились демонстрацией силы те ублюдки, которые привыкли гордиться демонстрацией силы. То есть эти парады, апеллируя к самым низменным чувствам населения страны, эти чувства поддерживают и питают. Вот и все. Мне вот кажется, что на самом деле там каждый находит свое. Кому-то в параде, о чем ты говоришь, демонстрация силы. Как предположим, бокс, может быть борьба, еще что-то такое. Это что же демонстрация силы? Ну, не совсем. В боксе существует. Это соперничество. Да. Это живое единоборство. А здесь какое соперничество? Вышли два человека, да? И начинают друг другу. Нет. Кстати, я в скобках замечу, что лично мне это отвратительно. Ну, ладно. Другая история. Ну, ладно. В конце концов, лучше руками в перчатках, чем мечами. Ладно. Нет. Выход природной агрессивности. Это такая страна жизнь. Окей. Я думаю, что это одна часть аудитории, которая вот именно вот это нужна. Другая часть аудитории, как я уже сказал, в принципе, будет ли это военный парад, будет ли это парад типа карнавала, будет ли это гей-парад, грубо говоря. Хотя не вижу каранец между гей-парадом и военным парадом. Вот. И они? Есть разница. Никакой абсолютно. Ну, есть, конечно. Гей-парад не является демонстрацией силы. Не является. Карнавал в Рио-де-Жанейро, парад замечательных девушек являются демонстрацией силы. Только сексуальными? Да. Ну, это же такое. А может быть это тоже сексуальность? Смотри-ка, как сексуально дуа-танка. Это ты о другом. Ты как раз о том. О том самом афалическом силе открытой сексуальности. Нет, нет. Он как раз о том, что есть в нашем обществе определенная часть, в которой я хотел бы совместить гей-парад и военный парад. Я даже об этом в Фейсбуке написал четверостише. Что-то дай им волю совместят парады, но я не помню. Значит, смысл был такой, что они оденут войска в гей-наряды и резко сократят дистанцию между танками. Это и есть в нашем обществе такая часть населения. Но это мы, так сказать, оставим, да? Почему? Я тебе объясню. Это другая тема просто. Мы очень узко сегодня говорим. Мне ж тесно даже. Что-что? Аж тесно мне надо. Мы говорим о военной стране. Давайте об нему хочешь? Не надо, не надо. Фу, это свои эти гомосяки. Все-таки ты антисемит. Нет, нет. Ты антисемит все-таки. Не отвлекайся. Антикуда? Да. Короче говоря, мы все как бы сошлись в том, что военный парад вещь в большей степени ненужная, скажем так, чем нужная. Нам так точно. Ну так все. Вот. Поэтому я хотел бы пожелать нашим дорогим, они ведь не зрители и не слушатели, собеседники, нашим дорогим собеседникам хотел бы пожелать, чтобы ни им, ни их детям, ни их внукам никогда не пришлось ни участвовать в парадах, ни смотреть на них. Погоди. Вот все-таки на самом деле в этой теме, вот тот момент, с которого я начал, который все упоминали тоже, это выделение огромных денег на сам парад. Я считаю, ради этого в принципе он и делается, как и многие другие акции. Почему нет? О невыделении, вот на самом деле, вот реально очень маленькое. Мы говорим сейчас только о ветеранах, которые вот именно… Воевали. Нет, воевалов, ветеранов очень много. Войн было и после Второй мировой войны очень много. Нет, я про Второй мировой войны. Сейчас мы говорим о Второй мировой войне. Их осталось реально там крохи. И периодически и так она сейчас встречается в прессе или в блогах или еще где-то заметки. Предположим, недавно тоже, ну как недавно, где-то с полгода или больше назад была тоже серьезный такой пост, когда женщина там пыталась выбить… Старуха тоже одна из тех, кто воевал, медсестра, вот, она уже там буквально 87, по-моему, лет, и ей никак не могут дать квартиру. И когда какая-то взрослая пришла и сказала, так вы же специально, вы же, говорит, для себя. Вы ждете, когда она умрет? Было. Она же завтра умрет, говорит. Мы не будем не дать квартиру, потому что она умрет, и вы ее получите. Всем надо давать. Уже вот это мы ждем. А какая в чем-то разница? Но там дело ведь не в этом. Люди пишут письмо. Они пишут, не давайте ей квартиру, потому что она скоро умрет, и тогда ее родственник эту квартиру продаст. Это ужасно. Люди могут писать, что мы говорим о позиции государства. Позиция государства проста. Оно провалилось. Да. Оно не даст квартиру этой бабке потому, что из этого нельзя сделать показушную акцию. Оно никогда. Оно и в советские года не давало. Это не те. Конечно нет. Конечно нет. Конечно нет. Это и есть стоимость жизни в этой стране. А самое интересное при всех этих парадах, что те немногие ветераны, которым повезло, я не знаю, повезло или не повезло, что вам сказать, и они сейчас там к детям или еще как-то сами уехали, живут в разных других странах. У Марины в блоге недавно это тоже было. Там еще одна переездка встречается. Переезжая почему-то в другую страну, даже ту страну, с которой Россия воевала, почему-то там получают более высокую пенсию, квартиру, медицинское обслуживание и так далее. А я тебе объясню. Андрюш, почему ты говоришь почему-то? Мы же знаем почему. Мы же знаем ответ на этот вопрос. Это не вопрос. Это не вопрос. Это реплика. Почему я говорю, что как раз именно вот эта часть парада. У меня же две стороны медали. Мне непонятно даже, если хочется парад, то ради бога. Потому что вот эта вот другая часть, выделить немножко денег, чтобы гречку эту дорогую еще могли купить, которая им необходима. Чтобы молока могли купить. Да хлеба, черт возьми, могли купить. Чтобы квартира для этого вообще... Ну ты говоришь ради бога, а я говорю не ради бога. Потому что я не хочу, чтобы в груди и в животе так называемого простого народа пухло отвратительное чувство, которое будируется прохождением грохочущих железных консервных банок по мототоволю. Это один из штрихов. Понимаешь, убрав только его... Читайте людям стихи. Устраивайте парады поэзии, парады музыки, парады балета. Ты знаешь... Поднимайте людей над собой и не опускайте их. Ты знаешь, Юра, недавно ушел великий актер, да, Михаил Казаков. И вот как раз один из штрихов, это то, что, ты помнишь, ему не дали прочитать Пушкина. Да. Посчитав это экстремистским. Да. Совершенно верно. А ты мне про парады говоришь. Читайте стихи. Да. Ты тоже сейчас читать стихи, как когда-то не так давно у памятника Пушкина. Тебя могут и посадить. Но вот нет большего экстремизма, чем роты барабанщиков гусарского полка имени поручика Ржевского. Вот это самый огромный и страшный экстремизм для меня. Вот нету большего экстремизма. Вот и все. Хорошо. У меня чувство глубочайшего сожаления и отвращения к стране, которая пропагандирует подобные предприятия. Не надо насчет отвращения. А почему не надо? Это мое ощущение, выраженное в конкретных словах, терминах и понятиях. Что не надо? Есть повод, парад. Он так чувствует. Да. Я вижу, как это проводится, с чем это сопряжено и вместо чего это делается. Совершенно верно. И у меня глубочайшее отвращение и сожаление, что идет время и ничего не меняется. Ничего. Это уже новая страна, которая продолжает так же относиться к своим старикам, как она относилась к стране. Формально новая. Формально новая. Формально новая. Формально-то она новая, по признакам. Правильно? Экономически она новая. Это как у нас у всех там в конце 90-х. Ну у нас это другая тема. Паспорт поменяли. Что бы новое стало? Это меня спросило в моем отношении. Ну понятно. Ребята, другая тема. Люди, которые видят суть, они на это делают суть. Поэтому я предлагаю, в конце концов, подвести резюме. За здоровье. За здоровье. За здоровье. За здоровье. За здоровье. Да я думаю, бог с ним с парадом. За весну. Первый день весны. Я точно говорю, что бог не с ним. Но это мое мнение. Да. Сайонара. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok